Пссс, эй парень, да да, ты! Охоты и выживания в лесу. Заходи в магазин военной одежды Maximiliter.ru Итак, ребята, всем привет! Сегодня будет видеосюжет просто бомба! Многие меня спрашивают, Саш, самая дорогая твоя находка, какую ты делал? И вот именно сегодня, в сегодняшнем видео, вы увидите, что монета, которую я нашел, пока не знал, сколько она стоит. Но после того, как заглянул в каталог, который у меня в телефонном приложении, я просто удивился! Просто в восторге! Но когда посмотрел еще в интернете стоимость данной монеты, у меня восторг был превыше всего. Монета очень дорогая! Насколько дорогая, видеосюжет вам покажет. Так что не переключаемся, смотрим до конца и все узнаете. Узнаете, какая самая моя дорогая находка была за 8 лет моего копа. Смотрим до конца и все увидите и узнаете. Глаза будут вот такие по полтиннику. Так что всем удачи, просмотра и таких сигналов почаще. Смотрим! Итак, ребята, в общем, видео начинаю с находки Михалыча. Вот, были советики, я вам не показывал. Но это, в принципе, уже нужно вам продемонстрировать. На шурф мы все-таки вернулись, который был вчера, который дал. Вернулись мы сегодня втроем. Я, Михалыч, Стас. Михалыч, где твои монеты? Вон, на камочку, ребят. На камочку. Вернись. На камушке. А, вот, все, вижу. Вот они. Там именно Михалыч пошел, говорит, надо царя обкурить. И по находкам. Вот она. Первая сегодняшняя красавица. 44-й год. Одна копейка серебром. 44-й, довольно-таки нечастый. Николай. Пойдет. Первый у него находка какая была. Это пуговка Орлянка. Заезжали сейчас на одну деревню. И вот он верховую дернул. Так, двадцатка. Там же. 33-й год. И трешка. 46-й год. На этой деревушке я тоже верховые несколько штук поднял. Я вам их продемонстрирую чуть позже. Вот. И шурф решили дальше продолжить. Хоть перспектив на будущее там как бы не ожидается. Но возможно было там вот пристрой. Вон видите последний венец. То есть это конец дома. И вот Михалыч под венцом его вытащил. Да, Михалыч. Вот он счастливчик. Решил обкурить. Здорово. Здорово. Здорово всем. Вон там тоже Стас. Тоже счастливчик. Довольно-таки классные находки поднимает. В общем, бригада Ух сегодня. Все фортовые. Посмотрим. Набитым шурфе. Что-нибудь у нас еще будет. Ладно. Продолжаем. Итак, ребята. Можно поздравить меня с первой находкой. Ну, с толковой. Я сюда шел. Говорю. Пошел я за четвертой копеечкой 25-го. Ничего не вру. Пацаны подтвердят. И был совсем-совсем рядышком. Монетку я уже как бы видел. Потому что прям годом выпало. И смотрите, какой бодрый сохран. Протрем и посмотрим. Ай-яй-яй. 24-й. К сожалению, 24-й. А монета бодрая. Вообще огонь. 25-й был бы. Вообще была бы очередная бомба. Но мы все равно в ожидании четвертой монеты 25-го года с этого фундамента. Ай-яй. Земляной дед, надеюсь. Кстати, земляного деда я только что там задобрил по-человече. Горячий, крепкий, сладкий чай. Попросил у него медь советскую, царскую. И вот, буквально сразу, вот такой вот небольшой котлованчик сделал. И монета. Зачет. Зачет. Михалыч, что там? Это у тебя крутил, как керосинки. Что там? Немец написано, да? Да. Немецкая. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, еще один штык лопаты. И снова. Здесь очень много было 24-го года. Копейка 24-го поднял с этого же места. И сейчас тоже медная советская. Вот она красавица. Тоже медная. 24-й трешечка. Приятный. Тоже бодрый, хороший сохран. Не затерто. Все классненько. Постирается будет, как новая. Блин, блинский. Классно, классно. Хорошо, я задобрил деда. Так, Михалыч, ты добрил, деда? Конечно. Стас, ты добрил? Еще как. А, точно. Ходил он сейчас личинку бросил. Говорит, по традиции, блин. Посмотрим, как одобрит этот земляной дед. Еще как. Вкусняшек его одарил всякими вчерашними, да? Стас, вкусно вчера было у тебя? Алкоголь, небось, да? Испаринский гриб. Испаринский гриб. Да, кстати, ребята, он такой гриб с Михалычем на предыдущем копии поднял. Я фотки приложу. Гриб на 5 килограмм. Как, Стас, это по вкусу? Ну, так себе. Молодые лучше, но вкуснее. Во, видали? Специалист говорит, что молодые дождевики куда вкуснее. А это ему что-то не понравилось. Мы думали, он сегодня нам привезет шашлык грибной. К сожалению, говорит, на вкус как бумага. Бумага. Ну, не знаю. Я не ем грибы вообще. Ну, ради любопытства мог бы попробовать. Ладно. Есть, есть медь. Так что продолжаем. Итак, ребята. Михалыч, как обычно, удивляет своими находками диковинами всякими. На этот раз смотрите, что он поднял. Голова косули. Здесь отверстие пустотелое. Здесь тоже пустотелое. И я предполагаю, что это может быть благовонница. Знаете, наверное, такие я находил. Одну штуку. Кошачья голова. И вот еще одна. Только здесь белый металл, а у меня была бронза. Может, какой-нибудь... Ну, красивая была статуэтка. Если это статуэтка. Класс. Класс. Вот такая вот хреновина опять выскочила. Ладно. Михалыч прямо в ударе. По всяким вот таким вот ценностным вкусняшкам. Вчера знак был. Мировой судья. Если кому интересно, перейдите. Посмотрите предыдущие видео. Ну, вот я вам, конечно же, покажу. Ну, что, ребята, на пасашок Михалыч говорит. Будет пасашок? Ну-ка. Охренеть, ребята. Твою мэндивизию. Вот это бомба. Вот это, блин. Муха. Извините меня. О, ты, блин. Вот это, да. Это что? Тысяча восемьсот шестьдесят четвёртый. Так, что это такое? Судья. Вот мы и решили, ребята, кто здесь жил. Здесь судья жил. Вот почему здесь столько много монет. Он принимал взятки. Ничего себе. Вот это Миронов. Так. Миронов. Миронов, да? Мы знаем. Здесь жил судья Миронов. Офигеть. Ох-ох-ох-ох-ох. Зачёт. Посмотрите предыдущие видео. Ну, вот я вам, конечно же, покажу. Чтобы у вас интерес появился посмотреть коп. Говнокоп, который превратился просто в бомбу. Ладно, идём дальше. Итак, ребят, третья подряд. Третья. И не скупитесь. Когда начинаете копать, немного земляного деда задобрить. Просил медь, серебро, советы. Ну и нате, получайте. 10 копеек 1923 года. Сохран. Огонь. Просто огонь. Не затёртый, не ударенный. Вот такая вот серебро. 50-я проба. 500-я проба. Если кто-то не знает, а спросит в народе, среди камрадов ещё увеличать беллончик. Беллончик. Проба понизилась при Александре с целью экономия царского бюджета. Ладно, продолжаем. Ребят, у меня сигнал. Но для информации хочу вот такую вот показать. Фиговину. Чё это такое? Не знаю. Здесь тупой конец, неострый. А то можно было понять, что это ножка от стула, в древесину вкручивалась. Но нет. Может быть. Я даже не знаю от чего. Но достаточно такая ажурная красивая штучка. Был чёткий сигнал. Причём чёткий был. Медный. Или большая какая-то ржавая железяка. Так. Балент потерял. Да ладно. Кованая гланина. А сигнал потерял. Вот смотрите, видите, как показывает. Тачка. И здесь у нас сигнальчик. Твою мать. Опять потерял. Здесь. Вот. Посмотрите. Очередная медная красавица. 24-й год. Да ну нафиг. 25-й, дед, давай. 25-й. Я жду. Ладно, пойдёт. Итак, ребят, находка. Но находка не для нумизмата, кладоискателя, поисковика. А смотрите, какая. Блин, она ныкается. Её надо куда-нибудь убрать. А то я лопатой её перерублю. Кто бабочками интересуется, как их называют? Смотрите, какая. Смотрите, какая здоровая. Бабочка, наверное, вообще красивая будет. Вот такая вот красотень. Есть среди вас специалисты, которые по бабочкам? Напишите, что это за такое эдакое большое фиг знает чего. Вот такая вот красотка. Да. Ладно, я тоже погуглю. Может, вам какую информацию и дам. Ладно. подальше её от нашего шурфа выкинем. Пусть ползает. Ищет из себя местечко. Может быть, когда-нибудь красивая бабочка будет. Иди. Иди гуляй. Ладно, продолжаем. Значит, живёт вот эта зараза. В мягкой древесине. Ива. Ива. Тополь. Осина. Но самое страшное, что она любит также жить в плодовых деревьях. слива. То есть, тернослив, яблони, груши. Значит, это зараза. Это состояние самой личинки. Вообще, бабочка, вы потом поищите в поисковиках. Древоточец, пахучий. И вы видите, что бабочка чуть-чуть поменьше летучей мыши. Итак, ребята, подчищаю я здесь вот за комрадами. Немножко заваливаю. Огрехи небольшие. Вот. И смотрите, какая вышла 1865 год. Полушка. Монета просто сногсшибательная. Это у нас Александр Второй. И я вроде как предполагаю, что монета по каталогу стоит очень хороших больших денег. Ну, и не просто по каталогу, но и как вы видите, сохран просто огонь. Полушка. 1865 год. Блин, классная бомбочка. Классная. Итак, ребята, все же я надумал закончить. Присыпал я за собой котлован. У Михайловича там еще засыпка идет, и он продолжает. У него тоже там грандиозная, грубо говоря, находка, но не цветная, не цветной металл. У меня же выпал цветной металл. Причем, когда засыпаю, тоже прозваниваю. И вот в свое время упустили этот сигнал, и это крестик. Крестик латунный именно царского времени. Такие есть еще советского времени, но это царское. Вот такой зачетный, классный. на этом фундаменте столько крестов было. Да, Михалыч, сколько здесь крестов было? Наверное, с десяток, не меньше, да? Вот. А, Михалыч продолжает, и у него, смотрите, что вышло вот около прибора. Я не знаю, мы думали это жернова, но, оказывается, это точильный камень. Наш товарищ, мировой судья, еще и точил ножички. А может топоры? Может, он и казни здесь проводил? Откуда здесь столько крестов? Может, казнил? На месте. Самосуд? Да, на месте самосуд был. Топорик наточил, и секир голова, и крестик полетел в сторону. Крестов здесь было очень много, очень. Многие даже говорили, что это возможно какая-то медсанчасть или какой-то госпиталь, но нет. Здесь жил мировой судья. Ладно, ладно, отдыхать наперекур. И, кстати, сейчас посмотрю, сколько стоит одна монетка ранее выкопанная. Ладно, идем. Итак, ребята, пришел я на перекурчик, заодно посмотреть свою монетку, полушечку. Александр второй год 1865. Так, как вам получится показать? 1865 год. Е. М. Да, Е. М. сейчас постараюсь поближе вам преподнести год, чтобы не было недоразумений. 1865 Е. М. И смотрите, что. Смотрите. Так, 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 давай, открывайся. Так, смотрите. Линейка желтых монет начинается с 63-го, 64-й, 65-й, 66-й, 67-й разновидности и 68-й уже тоже. И моя монета является одной из самых дорогих монет. Вот она. Та-дам! Начальная цена 16200. Ну-ка, а до каких пор может достигнуть? 162000. Смотрите, какой сохран, ребят. Моя монета этих денег точно стоит. Блин! Надеюсь, вы, ребята, не слышите моё дыхание, как стучит сердце. это самая самая дорогая моя находка, которую я поднимал за всю кладоискательскую деятельность. За 8 лет это самая дорогая монета. Полушка 1865-й. Александр 2-й. Итак, ребят, приехал я домой, и первым же делом я сразу же нашу монету загуглил, и мне выскочило вот что. Смотрите, меня ценник очень порадовал. Классификация состояния монет. XF отличная, исключительно хорошая сохранность, относится к монетам, находящимся в обращении очень короткое время. И в таком внешнем виде она стоит 40 тысяч рублей. AU почти превосходная, относится к монетам, находившись в обращении крайне короткое время. И в этом сохране она уже стоит 78 тысяч рублей. УНК превосходная. Это монеты, которые еще не находились в обращении, и поэтому не имеют повреждений. Такая монета называется кабинетного сохрана. но если монета имеет внешний вид кабинетного, то уже зашкаливает 170 тысяч рублей. Ну а сейчас давайте в макросъемке посмотрим на эту красавицу. Полушка 1865 года Е М венделя Александра 2 стоимость на другом каталоге практически без изменений. Это я делаю для того, чтобы сравнить стоимость данной монеты на всех каталогах. Монета очень шикарного внешнего вида. Цена меня очень порадовала. Нашелся бы еще покупатель на такую монету, эксклюзивную монету, и она на самом деле очень эксклюзивна тем, что такая монета была всего на всего один раз продана на аукционах. Всего один раз. И это в далеких 2014 году. Одна монета была продана всего-навсего за 34 тысячи рублей. Но не знаю, как моя может продастся такая красавица хорошего внешнего вида. Так что всем желаю удачи и таких находок под катушкой. А сейчас продолжаем смотрим. Итак, ребята, выпало вот такой сюжет, фрагментик. Это не прибор нашел, а лопаты и мои глаза. В общем, лодка это стопудово. О, я даже разглядел силуэт вот с веслом, наверное, мужик. А вот здесь вот все-таки женщина. Блин, классный силуэт, жалко, что утраченный. вещь явно царского времени. наверное, такие вещи очень дорого стоят. Печально, конечно, печально. Здесь головы нет. И здесь полтуловища женской. Вот на попа женская вот такая вот красивая была. И вот так вот. Такой фрагмент. Печально. Очень печально. Ну, конечно, судья мог себе позволить такие вещи. Шиковал он. Крестьяне не могли. Зачетно. Но печально. Ладно, идем дальше. Итак, ребят, подошел я к Михалычу посмотреть, что у него тут вышло. Смотрите, какая яркая кислотного даже цвета монета. Вот это настоящий лимончик. Как их еще называют лимончики. Смотрите, цвет такой яркий. Две копейки двадцать восьмого года. Вообще до этого, смотрите, они какие-то желтенькие. А это, смотрите, по сравнению с этой яркий такой кислотный цвет. Ладно, Михалыча пока не густо, но еще не вечер. Все впереди. Стас бросил свой шурф и пошел в поисках нового. Куда-то туда убежал. Надеюсь, что-нибудь интересное найдет и мы к нему присоединимся. Ну, а для меня уже коп шикарный, бомбический и уже копать меня совсем не охота. Ладно, посмотрим, как работают другие. Итак, ребята, иду я на соседний шурф. Михалыч там добивает сейчас. Он все в целях в надежде, что найдет цепочку от того самого жетона. Но никак. В общем, я перешел на соседний шурф и сейчас я вам покажу находки, которые я там сделал. Шурф битый ранее кем-то. Поднял две монеты и ради той монеты, которую я сейчас выкопал, я сходил за камерой и вам ее продемонстрирую. Это крупная медь и она достойна вашего внимания. До этого советики там дергал и я вам не спешил показывать. Но сейчас дойду и продемонстрирую то, что я наковырял там. Итак, ребят, вот шурф, который я перешел вон там подковырнул. Были советики. А вот сейчас достойно вашего внимания это у нас медь. Трешка. 24 год. Смотрите, какой классный. Ой-ой-ой-ой. Зачет. Классный, классный, классный. Медь имеется. Повторюсь еще раз, на этом фунде подняли больше 300 монет. Больше 300. я вообще немножко в шоке. И я вот на него пришел добить может быть чего-то. Потому что здесь вот не тронуто здесь вот почему-то. Вот. и в целях чего-то приходится ворочить вот такие вот глыбы. Но поднял здесь трешку медную. Зачет. И так ребят Стас пришел на обед и принес свою серебряную хабарницу. И смотрите. Та-дам! Наковырял немножко находок. Что интересно, это пятак. 28 год. Еще так просто говорят, да, советин немножко. И среди этих советин раз серебро 10 копеек 22 год. Два серебро 10 копеек 28 год. И три 10 копеек 23 год. Три серебрушки копеечка 24 меди в этой деревне было возобилие. Вот так вот. Так, еще Стас попросил датировать, если есть у кого информация по этой вот заколке. Я не знаю, фибула это или что. В советское время нет. Ну, она чисто медная. Даже игла медная. Вот, так что если среди вас есть специалисты, прошу отписаться в комментарии и датировать данную вещь. Прикольно, прикольно. Так, ну и две обручалки из колечек. Ну, пузыречек один. Михалыч, пузыречек выковырил. Обычный, мекстурный. Маленький. С цифрами. С цифрами. Кидай. А, ну, цифрики это обычный. 20. Вот такая вот бутылочка. Ладно, можно было бы к Стасу, но он говорит, он там добивал старый фундамент. Ну, вот, нормально, в принципе, добил. Зачетно. Нету, нету, ничего. Нету. Нету. Что там? Опять колесик. Сегодня Михалыч столько колесиков накобурял. Жуть. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, у меня там находка, но сначала хочу показать находку Михалыча. Михалыча тоже сегодня серебро. Сегодня все с серебром и тоже 10 копеек 23 года. Вот такая зачетная. Неплохо, неплохо. Вот вам и выбитый шурух. Так, идем на мою посмотрим. Вот она на пенечке. Руки я брал, показывать вам не хотел. Это 20 копеек. Рамочник 40, 48 год. Вот такая монетка. Между прочим, первая сегодняшняя двадцатка. Пятнашка, червонец есть, вот теперь двадцатка. Зачет. Продолжаем. Бьем вдоль венца. Вот, между прочим, уже третья монета вдоль венца. Ладно, идем дальше. Итак, ребят, здесь чугунков куча. Прямо кругом, кругом. И вот один из чугунков вот такой интересный решил вам показать. Вот такой вот носик. Но дырочка чуть-чуть какая-то маленькая. Таких чугунков здесь полно. Прямо рядышком, не отходя от машины, все находится здесь. Вот такая вот чугунина. Итак, ребят, интересная находка. Вот такая вот вещица, такой тесачок. Я его возьму, отполирую, заточу, и будет вот такой мачете. Классная вещица, до сих пор еще как бы остренькая. Классная мачете. Что рубили? Кости и головом кура. Зачет. Ну, такая сопутка здесь встречается очень часто. Ребят, Михалыч наткнулся на серебряную жилку. Монета за монетой. Ох, что-то крупное. А, это советик. Трешка советская, да? Вот, и до этого он поднял 10 копеек серебряная. Да, вот так вот. Белланчик очередной. Еще одно блюдо. Ну, это что-то советское след монеты. Вряд ли, уже монеты? А, монеты, контакты этот. Ясно. Ладно, продолжаем. Ребят, смотри, сколько ласточек. Аж провода прогнулись. Офигеть, смотрите, сколько их. Бедные провода все прогнулись. Отюметь. Ладно. Кстати, если ласточка упадет на землю, она сама взлететь не может. Ей нужно помочь. И так, ребят, сопутка интересная идет. Вот такая вот гирька весовая. Ну, сколько тут? Не знаю, килограмм, наверное. Надписи нету. полкило. Может быть. Вот такая вот тоже сопутка. Классная. Жалко, не целая. Ну, и у меня вот такая вот классная. Классная стекляшечка. И это вообще, я вот такие вещи очень люблю, потому что металлоискатель их не может найти. Только глазами. И это у нас будет пробочка к нашим бутылочкам. Зачетная. Такая красивая. Играет на солнышке. Идеально. Просто идеально. Я уже устал. Что-то вообще жуть. Очень много здесь обувки, горшков, железа. Смотрите, сколько обувки. и это не все. Ее вообще кругом. Такое ощущение, как будто здесь жил какой-то взвод солдат. Судя по монетам, какое здесь количество подняли, уже, наверное, сколько? Около четырехсот, наверное, да, монет, Михалыч? Вот, Михалыч уже говорит, больше четырехсот здесь монет было. Он начинал, он сейчас и заканчивается. Ладно, что-то я вообще выдохся, устал. Четвертый день подряд стою раньше зари. Итак, ребята, буду заканчивать сегодняшний коп. В принципе, начало было скромненько, ничего особенного, ничего интересного. Монетки, монетки и еще раз монетки. Были, конечно, диковинки интересные, но одна монета просто шедевр, шикарная. На обзоре еще раз вам ее продемонстрирую. Не будем долго разглагольствовать и сразу перейдем к обзору по традиции. Наверное, один из немногих, кто показывает свои копы и, конечно же, того, чего я накопал вместе с комрадами. Сегодня копали втроем. Так что смотрим, обзор будет довольно-таки интересно. Помыться вон на речке помоемся. Так, ребят, по находкам у нас получилось вот так вот. Не особо сегодня густо, но и не пусто. По вашему мордюку давайте пробежимся быстренько. Так, у Стаса два колечка. Вот это вот еще раз прошу отписаться. Кто знает, возможно, древненькая фибуа. Самое главное то, что это не сталь, а медь. Булавочка даже медная. Вот, пуговка орлянка. И вот такой вот обломок от подсвечника. У меня шмурдячок немножко интересней. Вот такая керамика, к сожалению, утрачена. Здесь, наверное, мужик с веслом, а здесь его телка. Вот, дальше вот такая вот тоже керамическая фигурка. кто знает от чего пишите. Стекляшечка классная, прям огонь. Серега серебряная, крестик. Крестик интересный то, что 1868 год здесь проглядывается. Пуговка советская, ничего не интересного. У Михалыча по шмурдяку тоже пуговка орляночка. Вот такая вот морда. Олени, может, косули, не знаю. Ну и куча у него там всяких воротков от керосинок, от всего-тего. Тоже два колечка, рукаблуды и конинка. Они прям как у Стаса тоже. Два кольца, конина, пуговка. И здесь тоже. Два кольца, конина, пуговка. Так, по монетам, что пробежуешься по самым интересным? По меди у нас получилось раз, два, три, четыре, пять, шесть, медных монет. А, семь. Про седьмую чуть позже. Так, по серебру тоже получилось шесть монет. Все в основном биллончики, к сожалению, царей у нас сегодня не было. По пятакам, так, пятак двадцать восьмого и пятак тридцать девятого. Двадцать четвертый копейка, двадцать четвертый, двадцать четвертый, трешки двадцать четвертого и вот такая вот одна копейка серебром тысяча восемьсот сорок четвертого. четвертый год, Будет бодренько, между прочим. Вот именно с этой стороны будет бодро. А здесь, к сожалению, затерто. Серебро, банально, банально, и сегодняшняя бомбочка, это, конечно же, вот это. Обратите внимание на год и на сохран. 1865 эмбомбочка, 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 просто огонь, я его просто помыл водичкой. Зелени вообще нету. Кто-то спрашивает, Саш, какая самая дорогая монета, которую ты находил? Вот она, ребята, вот она. В интернете 170 тысяч. Теперь осталось мне ее куда-нибудь продать. Если кому интересно, обращайтесь. На этом и все, ребята. Надеюсь, вам понравился мой танец. Просто огонь, монета. Ради такого я готов. Хоть и медведь на ухо наступил. Ладно, на этом и все. Всем пока, до новых встреч. И, конечно же, всегда обращайтесь на мой шур. Всем помогу, советам. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok